А вы никогда не задумывались, каково главному герою видеоигры преодолевать сильные препятствия? Особенно, когда он взбирается куда-то высоко вверх по какой-нибудь скале. Играя в Uncharted, в Assassin's Creed, в Juiced, честно говоря, мне всегда хотелось, чтобы тот или иной персонаж шелез как-то быстрее. Ибо это ему дается крайне легко, поэтому я всячески подгонял его, при этом срываясь, немного злившись на него. Но в один прекрасный момент я задумывался, а что было бы, если бы в подобной игре был бы я? И поэтому у него появилось дикое желание испытать, каково это на самом деле. Поэтому сегодня мы отправляемся на скалодром. Сначала расскажу вам, что такое вообще скалолазание. Как ни удивительно, это вид спорта и активного отдыха, заключающийся в лазании по естественному и искусственному рельефу. Может быть, вы никогда не слышали про него, поскольку это не особо популярный вид спорта, но в России этим тоже занимается, как на искусственных рельефах, так и на естественных. Проводятся турниры, чемпионаты, которые также имеют разновидность. Кто-то, например, лазает на скорость, кто-то на сложность высоко вверх, а кто-то занимается и болдерингом. В той же Москве существует множество скалодромов, на которых можно прийти и позаниматься. Если что, они также делятся по видам, есть те, на которых нужно влезть высоко вверх, а есть те, которые входят в дисциплину болдеринг. И мы в этот раз выбрали именно этот вид. Но если вам зайдет такой видос, и мы наберем хотя бы 3000 лайков, такое количество уж вы точно должны осилить, то в следующий раз мы отправимся именно туда, куда можно покорить высоту. И да, не забывайте перед началом видеоролика ставить лайки, подписываться на канал, это очень помогает в продвижении. И да, сегодня в этом ролике будет еще и розыгрыш. Мы в этот раз отправимся с вами на скалодром Лаймстоун, который находится на Бауманской. Выбран он был по причине того, что недавно в нем была моя знакомая, и ей понравилось. Я не знаю, зачем, но Диман захотел сразу оформить типотеку. Получается, Диман, большим образом. О, мой, это Джим. Сдевайся, Диман. Я не знаю, дверь, сынок. Скалы, уберегитесь. Шорты классные, да, да, да. Еще, вот, еще, еще, еще такие частики, и сейчас я не к вам расскажу. Как вы уже заметили, на мне смарт-часы. И называются они Masks Aurora One. Если что, одну пару я разыграю среди моих подписчиков на Boosty, а другую среди остальных, но для этого нужно подписаться на наш телеграм-канал, условия будут там. Сами часы можно найти по ссылке в описании, они, кстати, не очень дорогие, но весьма полезные. Приезжают они в такой красивой коробочке, в комплектацию у нас входят сами часы, зарядка, конечно же инструкция, защитная пленочка. И, что очень неожиданно, еще две сменных панели, помимо основной, чтобы поменять их в случае чего под настроение или под ваш лук. И как вы увидели по видосу, я одел серенькую. Но из что их можно носить без панели, кому как нравится, короче. Сами часы немаленькие, с большим сенсорным AMOLED HD экраном, и самое главное, что ярким. Так вот они выглядят на руке вблизи, как по мне, весьма агрессивно, спортивно, а самое главное, удобно. Ремешок силиконовый, не натирает и в то же время хорошо сидит. Такие часы на больших руках будут очень эффектно смотреться. Подключаются они к телефону крайне просто. Нажимается кнопка включения, скачивается на телефон приложения, сканируется QR-код и часы готовы к применению. Если вдруг вам не подошел стандартный циферблат, то через приложение вы найдете кучу других. Да, тут их реально большое количество, поэтому что-то для себя 100% найдете. Но мне лично стандартный очень понравился. Меню тут крайне простое и удобное, есть что, тут аж три его вариации, если вдруг кому-то не подошел стандартный. Как вы видите, можно и в контакты залезть, и позвонить. Кстати, насчет позвонить. Да, через них можно разговаривать, динамики громкие, и собеседник слышит вас также хорошо. Алло, бать. Алло, да. Привет, привет, ты меня слышишь? Все нормально? Привет, слышал, отличный тебя. Все, супер, спасибо. Ой. Через них можно также получать смс-уведомления. Конечно, отображаются они не совсем полностью, но этого хватает для того, чтобы понимать, сразу ответить человеку или нет. Поскольку это больше спортивные часы, конечно же, есть защита от воды, датчик измерения пульса, кислорода в крови. Но если же кислород в крови мало кто измеряет, то измерение пульса хорошо помогает при тренировках и вообще в отслеживании динамики. Также здесь есть режим сна, который показывает общую продолжительность, а также статистику за неделю. И общая статистика шагов, калорий, пройденного расстояния. Кстати, если вдруг кто-то хотел бы себя держать в тонусе, помимо тренировок, делайте как минимум 10 тысяч шагов в день. Полезно. По свайпу вниз у нас открывается быстрый доступ к некоторым функциям, а именно фонарик, спящий режим, экономия энергии и так далее. И, кстати, об аккумуляторе. У этих часов он крайне хорош, заявлено около 15 часов, но при гармоничном использовании могут проработать даже около месяца. Как по мне, данный экстор очень хорош при тренировках, они реально помогают тебе, во-первых, отслеживать некую статистику, следить за здоровьем. Ну, лично я больше кайфую от того, что можно в два клика завести таймер, переключить музыку или просто быстро отвлечься на уведомления, при этом не прекращая тренировку. Это реально удобно. Поднес, глянул, ответил, тренируйся дальше. Очень порадовал аккумулятор, ибо в них реально можно ходить долгое время, не думая о заряде, да и в целом, что еще нужно? Если вдруг захотел себе такие же, переходи по ссылке в описании, заказывай, пользуйся, а самое главное, будь в тонусе. Это есть что? Скальники. Это специальная обувь, неудобная для ходьбы, которая должна сидеть максимально впритык для удобства лазания. Ходить не очень, но лазать самое то. Мне, кстати, не подошли нормально, прям вплотную, но это самое, как его. Смотрите, как, как литые, на самом деле. Прям очень хорошо. Удобно? Да. Хорошо, снимаю. Ходить, конечно, в них, Андрю, потому что ты вот так вот ногу не согнешь, потому что здесь такая жесткая подошва, которая тебе просто не дает это сделать. Они, по сути, знаешь, на чем похожи? Копытца. Нет, просто очень такие плотные бахилы. Плотные бахилы. Как-то вяще зашнуровывать. Ну, так нормально, вроде. Ну да, ты выглядишь неплохо. Короче, некие правила того, как лазать. Это, соответственно, цвета по уровням и здесь правила. По типу, например, серые цвета можно в любом случае использовать. Там, например, трасса конкретного цвета, она использована, но под уровень. Типа вот если синий начинаешь, ты можешь касаться только синие, чтобы долезть вот до сюда. Кажется легко, но по факту нет. Будет тяжко, на самом деле, в некоторых трассах, если они тяжелые. Потому что, если вот попробовать, мне кажется, 7C и выше, ну, это просто Unreal. Конечно, здесь они не указаны, но, как вы понимаете, здесь просто не будет. Попробуем? Давай, пробуй. Так, пробует Диман. Это самое простое, на самом деле. Смотри, нет, ты должен начать именно с этого. Начать именно с этого. В смысле, по синем? Да, только по синем. Только по синему. Только по синем. Первый раз, и я, кстати, не увидел вот эту штучку. Вот, когда я в Хабаровске, ну, лазил по вот таким вот штукам, там всегда главное смотреть. Я просто ее замечал. Я как бы прыгну сюда, а в цепице я нормально не могу по этому поводу. Все, и сейчас полегче. Так, давай так, направо. Нет, вот смотри, у тебя вот эта здесь штука. Вот тебе нужно, главное, за это затянуться. Если ты дотянешься, ты пройдешь ее. Типа она маленькая. Я понимаю, да. Чуть-чуть лучше. Да, Диман, я знаю. А тут есть еще меньше. Ты смотри, какая милипуська. Это вообще. Давай. Ты сможешь, сможешь. Я знаю. Пробуй, знаешь что? Начни с этой. Прям начни с этой. И ты залезешь. Давай. Может быть, кстати, с нее и надо было начинать. Это я просто усложнил. Так, так, хорош. Ага. Ноги-ноги, смотри, куда поставить. Умница. Хорош. Хорош. И до синий. Умница. Все, Диман тоже залез. Красота. Дэнчик сладкий. Мы решили повысить сложность. Если мы были на голубенькой, на синий, теперь мы будем на желтой. Я первый? Да. Погнали. Вот это, кстати, намного проще. Ага. Сказал я. Вот это, когда ты уже аручил все зацепы, в другую сторону смотришь. Намного проще, когда видишь все зацепы. Кстати, трассы первого уровня нам показались крайне легки. У них большие зацепы под руку, много ступенек и ощущение, будто ты забираешься по лестнице. Это не особо трудно, просто достаточно посмотреть, что где находится, поставить правильные ножки и забраться. Хороший. Это хорайзен делал, ты типа лазишь по горе. Давай вот серые, белые и серые. Кстати, красные самые элементарные здесь. Красные? Давай. Чем, она легкая. Ну, давай, давай, давай. Опа. Не, упал. Только, Диман, знаешь, что я тебе немного... У тебя падает, если что. Смотри. Она там. Ты, кстати, на серую можешь. Серые, серые разрешены. Вот эти? Да. Ну, они мне не особо-то и помогают. Легко, изи, Диман. Ну, ладно, хорош. Ты был хорош. Но был прикольно потерянный взгляд. Типа, нифига себе, она там. И я хочу попробовать по серой. Попробуй по красной, но вот в конце сам. Прикольно. Не, я верю, но хочу до серой дойти. Давай. Для ног нужно выбрать такую позицию, чтобы не скользили они. Вон серая, торчит маленькая. О, кстати, да. Да, вот эта вот фигуринка. Нет? Ну, это кажется тихо. Но это нелегко, а? Да. Пытка номер два? Да. Как бы вначале, ну, нормально, да? Нет? Нет. Я не знаю. Надо, короче, вот до той. Я пальцы не показал. Че ты, как там? Живой пока. Ну, заметьте, это лес почти. Давай, давай. Ну, не высота. Рывок. Страшно? Давай, не падай. Давай, давай. Это офигенно. Ну, знаете, такое ощущение, как в соус-лайк играх. То есть ты такой лезешь, лыдешь, тебе тяжко. Но потом, когда ты видишь вот эту маленькую зацепочку, когда можно спарировать, ты до него зацепляешься такой. Да. Кстати, я немного ударил часами, но им еще по барабану. Качество. Смотри, смотри, самое главное сейчас ногу поставить сюда. Если ты поставишь ногу, ты выиграешь. Ну, вообще, крутой. Вы, случайно, не Этио аудиторе? Нет. Нет, я, я, я Снупер. Да, я круче. Ну, кстати, старт, цельская. Блин, как чё? Полк сидит так. Я за него не держался еще. Так, сдай-ка, я отойду. А то ты сейчас на меня приземлишься еще. Диман, хочешь попробовать на синий? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И вон туда. Пробуем, Диман? Конечно. Let's go. И там проблема. О, смотри, слева, слева там есть. Умница, умница, Диман. Смотри, синее слева, слева там. Да. Ну, только смотри, тебе перебираться все равно налево чуть-чуть. Ой, вообще, красава. Это был экстренный зацеп. Право, право можешь. Ну, а, да, серый можешь. Вообще, умница, хорош. Вообще, красава. Йо-мин. Красная, да. Красная, она выглядит нелегко. А, самая красная, вон. Ну, чё, дай попробую. Я не знаю, когда я здесь захватиться. Сложность всей этой темы в том, что здесь тебе нужно вот так вот упор сделать, а это вот так. А вот это, вот, смотри, какая она маленькая. Чисто на кончиках пальцев. Это даже вот тут мне нереально. Нет, слушай, я даже не смогу попробовать, потому что я не понимаю, как начать. Этот раз сейчас уже так. Я не понимаю. Я вот не понимаю, как Дрек всегда лазит. У него уж автомат, пистолет. Ну, как, в анимации просто срабатывает онлайн. У него же силы бесконечные. Сделай так, чтобы у тебя... Кстати, а ведь реально, почему в играх иногда не делают, например, стамину у героя? Чтобы он мог провисеть, например, определенное количество времени. Вот как Джи Сент. Там же... Ну, Джи Сент, да, по времени, малюх. Там же, короче, стамина. И под конец, получается, когда ты лезешь, у него определенное количество времени, по которому он может, короче, крабкаться. Ну, если ты не успел, он у тебя просто срывается и летит вниз кубарем. Ну, как ты... Это, это, как я. Да, слушай, тут есть такие, что... А, хорошо, зацепись вот за эту. Попробуй. За эту зацепись тут, вот. Типа, знаешь, тогда, когда ты опираешься, еще можно как-то поддержаться, но... Прикинь, если со мной рукой надо. Вот за эту зацепись. Ну, вообще, типа... Ну, знаешь, чем прикол? Тут есть, короче, методика, по которой не так цепляешься, а вот так. То есть, прям фалангами сфигаришь. Прям чем-то напоминает мир киберспорта. Там метод клоу, типа. Так, ну шо, выбираем трассу. Розненькая она какая? Сложно, несложно? Не знаю. Вот тут еще нормально лезешь. А вот дальше, типа... А, так оказывается, надо было. Как говорил мой тренер в Хабаровске, который меня не помнит. И ты его не помнишь. Ну, я не знаю, как его зовут. Да и вообще тренера не было. Ну, так-то, да? Вот. Типа, самое главное, расположить ноги. А там уже фигня. А это не черные разве? Я не знаю, как за это засох. За засох. Секраться. Давай, смотри. Сделаем так. Вот так. Угу. Я не знаю. Еще оранжевое. А вот эти две, разве не оранжевое? Да, ну вот последнее вот это, да, получается? Вот это. Получашка. Короче, лезь дальше там. Разберешься. Дура. Ему вон это надо. Это тебе не Fortnite играть? Да я знаю. Самое фиговое то, что чем больше это лазит, тем сильнее ты остаешься. И тем больше тебя пальчики такие прям. Я не хочу работать. Это еще с ним по скалодрому вообще в целом не хочу работать. Вот здесь немного. Все играть. Вот на самом деле, кстати, да, реально проблема. Это ухватиться так, что тебе легко стартануть. Потому что иногда старт, он тяжелый. И ты просто не знаешь, откуда стартануть. То есть со стороны, кажется, зацепить. Какашка. Да, а на самом деле у тебя прям пальцы фигарит и все. Вот челик зарез. Нормально. У меня хват больше вот такой, типа. Я вот так, я могу очень долго цепляться. Но вот какие-то вот такие, типа. Кстати, может быть из-за того, что эти пальцы, смотрите, эластичные пальцы просто. Я не могу так сделать. А у него прям фаланги вообще. Вы просто смотрите. Диман, ты что, мистер эластику? Ну типа. Здесь, короче, дальше жестко у него начинается. Нужно как-то, короче, вот здесь ногами держать. А. Все, он смог. Я, я усыпился. Что мне делать дальше, я не знаю. Потому что оранжевая и все, она там. Как его не усыпился? Я тоже не помню. Тяжко, тяжко. Еще знаете, такая проблема. Когда ты видишь это от первого лица, тебе кажется, что она далеко. Но вот сейчас я просто взял и дотянулся до нее. Сам этого не поняв, что можно дотянуться, оказывается. Я думаю, добью ее. Да, когда у меня не получалось залезть на одну из трасс, мы заметили девушку, которая это делала крайне легко. И решили с ней познакомиться и попросить совета. А как тебя зовут? Майя. А конец света когда был? Как оказалось, Майя, которую, кстати, полдня звал почему-то Мия, ну вот так вот послышалась мне вначале, оказывается, по факту занимается этим спортом около 13 лет и является подготовщиком трасс. Крайне приятная и милая девчонка, которая без проблем дала нам пару советов и помогала залезть туда, куда мы не могли. Понял? А, вот она про смену. Ну это выглядело что-то как-то очень легко. У меня что-то как-то сложнее все было. Давай, 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 давай. Ну а также она нам провела экскурсию и рассказала нам те подробности, о которых мы даже не знали. Поэтому если вы встретите ее, обязательно передавайте привет от Джамбо Макса и Димана. Слушай, а вот это что за штука? Это Moonboard. Здесь сайт зацепок, который стоит в определенной последовательности, и это не меняется из места к месту. То есть вот есть в такой вариации Moonboard, и он будет таким на любом скалодроме, в любой стране. И к нему есть приложение, в котором собрано очень большое количество трасс, которые придумывают пользователи этого приложения, добавляют их туда, и через Bluetooth подключаешься к системе Moonboard, выбираешь себе трассу по категории, какая понравилась. Подсветка показывает эту трассу зацепочки, и ты ее лезешь. И таким образом мы лазаем трассы... Которые пришли люди или которые их придумали? Да, да, придуманы людьми со всего мира. Там можно обмениваться опытом прохождения трассы, смотреть видосики, как эту трассу пролезали, какую-то определенную трассу, которую выбрали, как ее пролезали другие люди. Давай я прям поближе, чтобы понятно было вообще, в чем весь прикол. Когда отдохнешь, конечно, обмылиешь. Изи. Ман, помнишь, как вот Ассасин, Дрейка, они иногда... Я не помню. Как же не помнишь? Прыгают, прыгают. Я давно ее проходил. Короче, иногда бывает такое, что в играх чел именно прыгает. Не то, что полазает, он именно прыгает. Сейчас нам Мия показала трассу. Вот отсюда нужно допрыгнуть вот досюда. И сейчас мы попробуем это повторить. Мы? Да, мы. Я не могу ничего повторять. У меня все уже, ноги, типа, смерть. Просто если отсюда стоять, вот сейчас полный, как бы, вверх, она под наклоном жестко уходит. Знаете, когда ты смотришь со стороны, ты такой думаешь, ну... Вот она, вот посмотри на нее, дай покажу. Вот она изи сделала. Вообще, она просто такая прыг и все. А я сейчас смотрю, и чтобы вы понимали... Далековато. И как, что-то прыгает, я даже не знаю. Но сейчас попытаемся. Можешь еще раз показать. Почему ты не напрягаешься сейчас? Хотя бы чуть-чуть. Да нет, но ты легко. Как она сделала? Мне нужно поставить ногу вот сюда, сверху. И чуть-чуть таз раскрыть, чтобы у тебя попа не уходила назад. И себя качнуть вправо. А потом вытопнуться на правой ноге. И встанешь, встанешь. Запомнили? Я... Да, но... Как-то это не так все просто, как порассказал. Типа без лайфхака. Я снял шкальники. У меня пальцы вот такой щень, как будто я просто раздроблен. Знаешь, вообще... И даже их... Но, по идее, они так и должны болеть. Ой, ужас. Это неудобная вещь, но когда ты лазаешь, это удобно, они тебе помогают. Ты не ломаешь пальцы. Как бы ты можешь в обычную кроссовку попробовать залезть, но ты поймешь, что это намного проблемнее. Короче, чё, пацаны? Итоговое мнение... Штука клевая, на самом деле. Придурочный. Да, кстати, насчёт итогового мнения. Хочу сказать, что скалолазание это довольно прикольный, но мало на что похожий вид спорта, который ущет, как по мне, в первую очередь, внимательности, балансу, заставляет вас ещё подумать, поскольку каждая трасса это некий придуманный кем-то ребус, который помимо того, что нужно попытаться решить в голове, нужно будет попытаться это сделать ещё и на практике. Что касаемо именно физической силы, то тут идёт прежде всего сила хвата, если ты умеешь там висеть на турнике, у тебя крепкие пальцы, хорошие предплечья, то тебе этот вид спорта дастся даже легче, чем тем, кто просто умеет много подтягиваться. Единственный совет. Если вдруг вы отправитесь на какой-нибудь скалодром, обязательно возьмите с собой пластыри, ибо без подготовки вы можете заработать себе мозоли, сорвать кожу и всё в этом духе. Самый кайф, конечно, всего этого, это, пожалуй, конечный результат, когда ты преодолел ту или иную трассу. А в особенности, ту, которую не мог решить ранее. Крайний зацеп, когда ты до него добираешься, он крайне лёгкий и самое главное, но он самый классный. Что касаемо данного скалодрома, он мне тоже понравился, как и моей знакомой. Приятный коллектив, музыка, всё спокойно, а ещё и без проблем вам всё покажут и объяснят. Исходя из опыта реального скалолазания, хочу сказать, что у главных героев видеоигр крайний крутой хват, предплечья и очень жёсткие пальцы. И если вы хотите понять, насколько, то попробуйте хоть раз сходить на скалодром. На этом, в принципе, всё. Я очень надеюсь, что вам понравится данный вид видоса. Если да, то обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, потому что если такой формат зайдёт, его будет куда больше. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.